Ань, подскажешь, печенье это вкусное? Да, вообще хорошее, да. Сейчас я попробую. Нет, пахнет как неприятно. Аниманад тут хороший? Ну, сейчас серьезно бегать. Ну, серьезно. Если мне товар не понравится, зачем же я домой понесу? Ну, вы же еще не купили товар. Так, чтобы понять, нравится мне или нет товар. Я не пойму, что вы пытаетесь доказать? В смысле? Я пробую товар, нюхаю. Вы вообще в магазине видели, чтобы подойти вот так, открыть все, пробовать, нюхать? Во всех магазинах? Ну, не стоит так делать. Ладно. Просто тоже вроде, ну, не совсем молодой. Зачем это делать? Ну, я понял, что снимают. А зачем вы это делаете? Ну, так не нравится товар, будешь попробовал, не нравится? Ну, не нравится, что тебе делать? Не знаю. Ну, кого сотрудников будем вызывать и разбирать? Ну, если хотите, вызывайте, разбирайтесь, конечно. Не, не, не надо еще кушку, оставьте здесь все, пожалуйста. Да я в тележку положусь. В магазин закрыт, выйдите, пожалуйста, оставьте. Как закрыт? Вот так вот, я закрываю его просто наперед. Закройте, пожалуйста, оставьте. Не, ну, я пока похожу, пока я рассужу здесь. Нет, я закрываю магазин, говорю. Закрывайте. Пожалуйста, оставьте здесь, пожалуйста. Там, я видел режим работы, там позже он работает. Я пока попробую. Сейчас я закрываю по техническим причинам. Магазин закрывается. Хорошо. Молодой человек выйдет. Сейчас все покупатели выйдут, и я тоже выйду. Выходите все вместе. Выходите с магазина. Да я понял, что снимают, я сразу понял. Сейчас вы уже спустите. Как это работает? Да не знаю, о чем речь. Так, ну, это я оплатил. У нас просто молодой человек. Один моя мама. Не работали здесь? Какое интересное? Все, понял. Почему невыгодно? Я же просто пойду, да и все, если полиция не приедет. Сейчас я буду звонить в руку. Как, насколько это законно? Как, насколько это законно? Как, насколько это законно? Как, насколько это законно? Отдевает продукт. Выход, брок, и ты не хочешь покупать. Тенистый бульвар 13. Мини маркет-смарк. Что, полиция приедет? Да. Ой, ну я еще успею убежать. Ну, вы знали, как на всяких машинах выходит. Хорошо. Все-таки магазин работает. Покупатели идут. Конечно. Чего терять прибыль? Просрочка уже реализуется. Прибыль уже получается. Зачем сейчас все терять? Гимонадик. Освежает летним вечерком. Ну, и все же, на полмесяца просрочено. И вот дети закупаются. Ну, иужели кто-то из них посмотрит срок годности? Да нет, конечно. Тут уже целая корзина. Кстати, да, барни. Такой вот барни. Вы кто? А? Вы кто? Покупатели. А вы кто? Покупатели? Да. А что, вы у меня все перепробовали уже? Покупатели. Ну, пока еще не все. Да? И как? Деньги зарабатывать не хотим трудом, да? Мы хотим снимать просто видео. Ну, наверное, получается так. Ребенка мне принести сюда, пожалуйста, чтобы он там не кричал. Зачем? Сберите камеру. Ты ты руки свои уберешь. Ты кому тыкаешь, девочка? Зачем в ручки тянешь? Себе. Вы мне тыкаете? Ты девушку пытаешься руками схватить, при этом говоришь, что тебе на вы надо обращаться? Я ты? Я ты? Это вы ты. Хорошо. Я не против. Вышли с моего магазина. Быстренько, ребяточка. Бегу. Пятки сверкают. Сейчас он улицу уже. Мой, дайницу уже. А вы-то кто? Я хозяйка магазина, представьте. Представляю. Представляете? Я вот представляю. У вас все хорошо? У меня вообще все вот отлично, видите? Мне кажется, вам надо успокоиться немного, мне кажется. Успокоиться. Как у вас видео, нормально получается? Не, ну вот вы приходите сейчас, конечно, делаете контент, так в целом никак. Да? Работать не хотим, ребяточки, правильно? Не, зачем? Правильно, зачем? Кредит взять, в магазин открыть. Главное, вы работаете. Конечно. В кредит еще такой магазин открываете. В кредит, прикинь, в кредит такой магазин взяли. Не, желания такого не имеется. Не имеется. Правильно, лучше вот так видосики снять. Ой, а что здесь? Какашка у вас какая-то, а здесь что, какашка у вас какая-то. Вы считаете свой товар какашками весь? Среди, кредит возьмите и откройте магазин. Они просто девушка, они просто видео снимают, просто поснимают. Да нет, такой магазин я бы не стал открывать никогда. Правильно? Я просто послал ребятушки сюда, в такой магазинчик. Послал? Да, послал. Кто у вас это послал? Яндекс. Навигатор, проведение. Серьезно? Где мой магазинчик? Желание посетить мытищи. Да, ну посетили нормально. Ну вот, да, вот вы делаете контент сейчас. Вот когда у вас заведется маленький ребенок, откройте в кредит магазин и тоже придут вас поснимают. Стыдно, имея такой магазин, прикрываться еще маленьким ребенком. Это стыдно на самом деле. Стыдно? Ну вот на шее, когда ребенка заведетесь, я буду очень активно. Нет, слушайте, я надеюсь, что мне за своего ребенка стыдно не будет. А сейчас молодежь вообще не хочет детей заводить. Нет, ну если цель ребенка завести, чтобы открыть такой магазин, то конечно нет. Ну что вы хотите вообще? Так это вы к нам подошли, не к вам подошли. Ну вы снимаете, что вы хотите? С этого, что вы снимаете? Мы не снимаем ничего, мы фиксируем на видео. Что вы фиксируете на видео? Все происходящее. А кто вы такие вообще, ребята? Покупатели. А что вы на видео фиксируете? Все. Ну а что вы хотите здесь найти? Вот сейчас ваше поведение фиксируем на видео. А у меня ребенок. Я не стою ночами. Ну что дальше? У меня маленький ребенок. То есть, если человек будет убивать, потом он скажет, что у меня ребенок, это оправдание. А что, я здесь в магазине кого-то убиваю? Нет, я в целом говорю, вы все оправдываете ребенком. Нет, вы говорите такое поведение. А у вас такое поведение, потому что вы тихонько, кстати, снимаете? Я снимаю что-то? Ну, девушка снимает, как она раньше. Тыкайте мне. Снимают девочек на трассе. Молодые дети, тыкайте тети, блин. Я фиксирую на видео. То, что кто-то коптит дольше землю, ума этому человеку это не прибавляет. Вы как-то агрессивно очень подошли. Агрессивно? Конечно. Мы выбираем товар, ходим. Вы с огрыщей сразу налетели. А я на целую ночь не спала с агрессией пришла. Я в самую очередь легла в 4 встала. А зачем на нас срываться? Мы вам спать мешали или что? Зачем на нас срываетесь? Нет, у меня ребенок есть. А вы это снимаете, что-то пробуете. Ну, мне сказали, здесь снимают видео, что вы тут снимаете. И фильм уже целый снимаем. Классно, мне вообще понравится. Комедия в нескольких частях. Да. Траги-комедия. Знаете, ребят, попачьте вы потом. Все так плохо, такой тусковый магазинчик. Пришли заснимать. А кто вас послал, мне интересно? Слушайте, ну, в счетом того, что он такой маленький, да, действительно, магазинчик так себе, по моему мнению. А мы такую шикарную не делали магазинчик. Мы делали для дома. То есть вы для своих соседей делали магазин, да? Это вы с своим соседем так относитесь, получается? Да вы сами заведите сейчас магазин, а потом вы не учаете. Я бы даже такое открывать не стал. Да правильно, вы бы лучше лежали на кроватке, в носу ковырялись. И видео снимали. Не, ну, ва... На них сейчас полно, ребят, что они... На кроватке, конечно, полежать. Сейчас все молодежь на кроватке лежит. Ютубчик открыть. Да, да, да. Вот эти вот всякие каналы непонятные. Да, да, да. Попить что-нибудь, адреналинчика. В носу я не ковыряюсь и адреналин тоже не пью. Правда? Сейчас ты адреналинчик пью. Я не все. Вот, почему такая заведенная, вы адреналина выпили, наверное. Да, 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 ребенок у меня, придурок, блядь. С чем-то оскорбляешь-то? А ты мне тыкаешь, понимаешь? Матом, зачем оскорбляешь? Ты натыкаешь вообще. Ты просто понимаешь, ты покажешь тем самым свое лицо. Ты тыкаешь. Лицо магазина, есть руководство магазина. И что? А что, что? Слушай, у тебя мат, оскорбление равно обращение на ты? Это равносильно, да? Это равносильно, тыкать. Ну, мне не о чем больше того общаться. Ну, ну, еще красиво скажи. К сожалению. Не, мне больше того не интересно общаться. Слушай, вот только ты матом, начал выражаться, это все. Все купил? Не все еще. Ну, покупай. Я в процессе. В процессе выбора товара, да. Нет, за такой товар, кожелание платить нет. Что-то, к сожалению, я уже оплатил. Желание за что платить? За то, что я уже оплатил. Классный вид у нас не получится. За вот такой вот товар, может быть, оплатил бы. За вот это нет. Видео классно. Молодцы, ребята. Знаешь, на камеру можно вообще культурно разговаривать. А я всегда так общаюсь культурно. А я такая свинья, знаешь, когда-то короблен. Ребенок нашли, я всегда так ору. Ну, главное самому признать свою ошибку и вовремя исправиться. Еще вопрос есть? Или я могу дальше выбирать товар? Закрыты, понимаешь? Закрыты. Так, ты зашел товар, берешь, закрыты магазин. Да, выбираю товар, я зашел, когда он еще открыт был. Ну, сейчас закрыты мы, я говорю еще раз. Я всех выгонял. Чтобы закрыть магазин, должно быть распоряжение директора магазина. Вот он, директор. Письменное. Письменное, письменное распоряжение директора. Вам не обязаны вам ничем директор. Тогда мы тоже вам ничем не обязаны. Александр, напиши два слова. Закрытый магазин, давай. Печать, подпись, да? Алло. А то придумывают они. У нас очень много людей, которые подтвердят. Что? Что все? Ну, ладно. Решил парень, что у нас позорный магазин. Вот здесь президент России и решает, кому какой магазин открыть. Страшненький, не страшненький. На самом деле вы это говорите. Я про интерьер ничего не говорил вообще. Какой интерьер? Вы вообще за продукты даже говорите. Какой интерьер? Я задерживаю народ. Не скажи остаться здесь, до полиции, до приезда. В смысле? Ну, в прямом смысле. Когда вызвали полицию, нам дождаться полиции. Платить отказываешься? Нет. За такой товар нет желания, конечно, платить. Да, оплачиваете или не хотите? Я же говорю, желания платить нет за такой товар. За какой товар? Вот такой. А за какой такой? Вот такой товар. Который у вас в магазине. Ой-ой-ой. Ну а какой-то такой товар. Который мне не нравится. Отвлекается в магазин, вы видите. Будем нравиться. Живой свидетель, что вы отказывались. Лично мне в лицо говорили. Да, мне такой товар не нравится. Желаем платить за такой товар нет. Почему вы сюда пришли? Вы кричите, к сожалению, не могу. Можно с одним с кем-то разговаривать? Вы право нюхаете товар, пока вы его не оплатили. Да? Просто ставьте в интернете. Я сладко расшую, читала в интернете. Я интернетом пользуюсь не умею. Меня снимать не обязательно. Я, конечно, это фото-геничная. А вы, вроде, искали наоборот. До этого у вас надо. Невкусный товар, вонючий товар. Снимать надо. Смотрите, я обычный покупатель. Да, для меня это невкусный, вонючий товар. А кто я? Ты? Если ты обычный покупатель был, ты бы пришел на кассу. Я платил бы все это. А потом бы принес чеки, сказал. Это вам плохое, это нехорошее. Я думаю, попробовал, а вы принес назад. Вредный покупатель. А ты уже сразу увидел что-то, это нехорошее, это плохое. А зачем мне эту цепочку делать? Нести домой товар, пробовать, потом возвращать. Я сразу на кассе. А если ты имеешь право сделать, прийти в магазин, как обосрать, уйти? Обосрать. Я вроде где кучу не наделал, вам не наложил. Мне такой товар не нравится, действительно. А почему не нравится? Зашел в этот магазин. Ну, вопрос, почему ты зашел в этот магазин и продукты здесь не нравятся? Так я пока не зайду, я же не узнаю, нравится или нет. Да, а везде такие продукты не нравятся? Нет, не везде такие продукты. Правда? С момента вызова наряда, то есть в магазине не работают. Да нет, конечно. Зачем терять прибыль? Закрывать магазин. Странные вы люди. Как будто я мешаю всему магазину работать. Не надо, да, он мешает. Но дело в том, что сейчас я скажу, что он мешает, правильно? Вы же цепь устроили, но все это мешает. На данный момент мне не продают. Я в этом виноват? Я сотрудник магазина, я руководство магазина. Это вот вопрос к сотрудникам магазина. Компания перед вами. Ну, так вы и задавайте вопросы. Я просто выбираю себе товар. То, что вам не продают, это... На данный момент вы не выбираете товар. Ну, а я тут причем, почему мне высказывать это? Вы работаете, чтобы вы в товар, говорите, что он не качествует. И? Автомобили? Я виноват. Логика просто у вас гениальная. Я виноват в том, что директор закрыл магазин. А вы вообще здесь самый умный, блин. И видеокамера настроена на всех. Какие все тупые здесь собрались? Один, ты умный. Ну, для образования, по-моему, делай. Я ни в коем случае не говорю, что я умный. Да и образование никак не связано сам здесь с наличием ума. Да, но только для этого в вас сразу на то, что вокруг тебя тупые стоят. У вас фантазия очень хорошо развита. Да, да, конечно, хорошо развита. Я не слышу, скажу, часа. Товар вонючий, весь товар говняный. Что здесь может понравиться? Да я такого тоже не говорил. Ну, ты такого тоже не говорил, но решил до всех докопаться. Да вы до меня докопались, я к вам даже не подходил. Я вас не знаю, первый раз вижу. А я вас тоже первый раз вижу. Ну, вот, ну вышка подошли, а не я к вам. А вы что будете снимать? У вас есть какие-то документы, что снимают? Ну, вы же меня фиксируете. Ну, я фиксирую, пожалуйста, вы фиксируете. У вас баш на баш логика, да? Я понял. Я фиксирую, потому что фиксируешь. Здесь фиксировать. А вы кого права имеете здесь фиксировать? Вы уже хозяйка магазина, я фиксирую, да? Потому что в моем магазине нарушаете все правила. А я хозяин своей жизни. Вышли, она фиксирует меня. Потому что это моя жизнь. Быстрее. А сам, наверное. А, все, называй. Ну, мы подождем. Я надеюсь, за это платить не надо будет. За просмотр. Тим, за просмотр сколько веришь? Слушай, вообще просмотр бесплатно. То есть магазин как бы закрыт, но если пиво купить, то можно. Я думаю, что очень большой объем видео, он не поместится в ВК. В Ютуб тоже. И на ТикТок. А сколько должно быть по длительности, чтобы поместилось? Ну, это вы, наверное, должны знать. Ну, вы эксперт, вам виднее. Я нет. Если это так все легко, что же вы так не зарабатываете? Да, зачем же вы такой магазин открыли здесь так легко? Вообще же вы выбрали магазин в кредит, если все так легко. Ну, зачем? Слушай, ты... А ты такая умная. Ты уже на меня потыкала, поэтому я тебе тыкаю. Ты же не доросла до меня, чтобы не тыкать. Понятно? Я говорю, возраст не означает наличие или отсутствие ума. Да, потому что это тоже некрасиво. Уважение должно быть человеку. У меня ко всем людям уважение. Когда меня не матерят и не оскорбляют, у меня ко всем людям уважение. А когда я просто подошла, она мне ты, ты, ты. Она в какой право мне тыкать? Телефон начал у меня вырывать. Зачем? Смотрите камеру. Ты ты руки свои уберешь? Кому тыкаешь? Зачем в ручки тянешь? Себе. То, что она телефон начала отбирать, это нормально. А вот то, что ты ей на ты обратилась, это плохо. 40 лет. Сколько вам? По 40 лет или сколько? 40 лет. Ой. Я уже настолько преисполнен со своей жизнью, что не знаю, сколько мне лет даже. А зачем работать? Камеру снимает. Если можно снимать, снимает. Этот хорошо разговаривает. Матрик не строит. Когда у тебя будет куча детей, ты тоже насматриваешь. Правда вылаживать? Вылаживать никуда. Для себя чисто? Конечно. Дома потом вечером с семьей садимся, вот перед телевизором. Огромную плазму себе для этого купили. Садимся и смотрим. Всей семьей пересматриваем. Можно меня съехать, я что-то еллю. Кстати, вам тоже надо было снимать. А зачем? Стерео было. Ой, да ладно. Я же начинающий блогер, у меня только одна подписчица моя мама, поэтому ничего страшного. Вот когда вы все подпишетесь, тогда я уже возьму вторую. Что за канал? Накоплю. А пока нет никакого канала. Она подписана на меня в Одноклассниках. Можно его зафоткать и вот так вот гуглить? Не найдете, я же говорю, я ноу-нейм. Но... Я люблю камеру. Я говорю, вы все подпишетесь и сразу стану популярным. Ты и не занимаешься, тебе уже надо делать только заняться. Да. 40 лет, а ума нет. Ты сколько, по 30? 45 попрошу. Нет, 35 точно есть. Моговато. Нет, 39 выглядишь, а на 40 лет. Ах, какие-то наши мужики. 21 лет. Без 3 минуты, может быть, у меня здесь популярность. Просыпайся, у меня так, пищи, как выглазки. Вы считаете, что моя мама сделает 20 тысяч аккаунтов, подпишется всех на вас? Ну, в Одноклассниках возраст стоит 45 вроде. Ну, да выгляжу, хорошо сохранился. Это все такие магазины, походу по таким магазинам. По каким таким магазинам? По таким прекрасным. По каким таким? Прекрасным. Это провокация. Понятно, что провокация. Каждый у вас ваш клик. Дело в том, что вы понимаете, вот как легко ходить с камерой снимать. Малолетка. Вы пришли, ой, это не то, это вообще не то, опять же не то. А ты кредит возьми, походи по двору и по подметать, полы помой. А ты кредит возьми, походи по двору и по подметать, полы помой. Блин, знаете, кичится тем, что ты подметаешь полы, берешь кредиты и что-то там еще делаешь, не особо. Правда, кичится. А он ходит снимает? А ты снимаешь, блин, легче, людей опускаешь? Конечно, я же никогда не работал, вот так с камерой ходим и все. А что, работал, хочешь сказать? Не-е-е. Понятно, не-е-е. А что это такое работа? Да, работа это вообще ничего. Да? Ну ладно. Просто взять корзинку, взять тебя оператора под мышку и чтоб снимал. Кстати, оператор еще надо платить, так что не сюда просто. Да, понятно, понятно, платить надо. Ну, вам я платить не буду. Да, девушки, друзья, по ушам этому зайцу лет 300. Такой грамотный. У нас все такие грамотные с камерой в руках. Ты так и не скажешь. Девушка, у нас пленка закончится. Пленка закончится, заменим. Как твой пленочный фотоаппарат? Прекрасно. Только пленочный фотоаппарат не надо. А мы все вырежем, мы все диалоги вырежем вообще. Я вырежу. Вас не надо вырезать, услышал. Все, что плохое про нас сказано, мы вырежем, оставим только хорошее. Да, вот генетик, пожалуйста. А что, магазин закрыт, да? Да, ждем наряд милиции. У меня святили много наберется, которые очень рады этому магазину. А вот вам он не нравится. Да. Вы только зашли, пакет понюхали, все. Представляете, да, вот пакет нюхал уже не нравится. Я видел столько этих видео, что даже представлять не надо. Я смотрю на товар, уже вижу, что все невкусное. Каждый человек имеет право, чтобы ему что-то не нравилось. Вот. Но вы один-единственный из тысячи. Грустно? Грустно и мне грустно, что вот один такой попался. Особенный. Особенный. Все идут просто и покупают. Все идут, покупают, сроки проверяют, смотрят. Нравится, берут, не нравится, не берут и уходят. Понятно? А вы прям сразу пакет зашли, понюхали. Ой, пакет не нравится. Пошел отсюда быстренько. Куда я пошел отсюда? Еще товарный транс. Видосы эти смотри, уже 150 раз. У меня сынок сидит на эти середусе, пожалуйста. Я вот переехал поближе сюда, думаю, вижу магазин смайл, улыбка. Конечно, название немножко не соответствует руководству магазина. Улыбки я тут не увидел. Когда приходят такие люди, конечно, не соответствуют. Какие такие? А такие? Какие? Такие интересные. Мы интересны, люди согласен. Вот и не улыбаемся. Ну ладно, я поулыбаюсь за вас. Улыбайтесь, когда у вас семья. И будьте улыбаться. Да я и сейчас улыбаюсь. И когда семья будет, буду улыбаться. Да я просто еще знаю, потому что с ребенком не высыпаются. Так, а зачем вы пришли с ребенком? Я думаю, мужчина, большой, взрослый мужчина, он бы сам справился. Да, это мой муж. Мы с женой, мы уже открыли магазин, такой дерьмовый-дерьмовый, такой плохой-плохой. Пакет пришли, понюхали, все, не нравится. Ну, если вы так считаете, хорошо. Так вы считаете. Зачем вы открывали, конечно, магазин, если он такой? Вы мне на 100 тыкнули уже. Я говорил, что он дерьмовый. Это я добавил. Это я говорю простыми словами, вы сказали другими словами. Для этого показалось так. Не все невкусное. Оскорбляю, как я ее оскорбил. Я не слышала, что оскорбляйте. А послышала, значит. Не все невкусное. Надеюсь, не на открытие похожего магазина. Надеетесь, надеетесь. Тварек, откройте какой-нибудь. Блин, для меня можно только поскорбить. Я живу в Одноклассниках. Я знаю, откуда вы появились. Откуда? У меня чумка хорошо работает. Откуда, скажите? Догадками хотя бы с вами поделитесь. Хорошо бы с вами делиться. Может, откройте нам глаза. Откуда вечер будет? Откуда? Неужто с верного? Конечно, с верного. Мы прям с верным вообще на уровне идем. А у вас магазинов больше нет? Есть еще. Мне снов тоже виду эти показывают все время. Не знаю, кого он там показывает. Таких, как вы, которые приходят. Только в сетевых магазинах я все время видел. Это муравейник забежали. Вы свой магазин называете муравейником? По сравнению с верным муравейником, конечно. Маленький магазин. Главное, не размер. А что? Кое-что другое. А что, все, магазин закрыт? Уйти нельзя? Я пройду? Можете пропустить? Да, зачем можете пропустить? Ну, я боюсь задеть вашу коляску, потом скажут, что я ее испортил. Зачем? Не, а зачем вы выходите? Вы сидите, ждите. Да постойте, подождите. О, закрывают. Только что закрыли. Покупателей. Правда, покупатели? Да. А, сидите, где ты сейчас так? Боже мой, такой же концерт выбрали. Для чего вообще сюда пришли, я не понимаю. Видео снять, вы же говорите сами. А, видео снять? Ну, вы так говорите. Видео снять, чтобы потом всей семьей посмотреть. С какой всей семьей? Всей семьей нашей, уютной, дружной. Да, ну, только сходите в другие магазины, почему вы в наш муравейник забежали? На пути попался. На пути? Да. Самый первый? В императорских мытищах самый первый. Там еще есть магазин, может, нам подпишись. Сейчас дойдем. Если вы разрешаете, то... А я кто? Вы женщина. Нет, я не женщина. Для вас я не женщина. А кто вы, для меня мужчина? Женщине, которая старше вас, вы тыкаете. Да? Потому что я служу людей не по возрасту, а по поведению. По поведению? Минут 30. Минут 30. За это время негодяй уже мог попробовать весь магазин и сбежать. А какой вы право видите пробовать? Я не знаю. Вы можете в любой магазин дойти попробовать, мне просто интересно. Да я же не негодяй, поэтому я не знаю. Вы можете попробовать весь магазин? Ну, негодяй мог бы так сделать. Я не смотрела, когда заходят, вот ногу открывают, пакеты пробуют. А что это значит, я не пойму? Вы это приобрели, чтобы вы открыли это все. Я сначала нюхаю. У меня внутреннее убеждение, например, выгнать тебя под зад ногой. Если вы считаете, что так будет правильно, действуйте. У меня с головой пока все в порядке. Просто кто-то реализует свои внутренние убеждения, а кто-то нет. Да, реализуют, конечно. Очень некрасиво. Да, очень некрасиво. Хорошо, что ребенка здесь нет. Пакеты тут у вас воняют, все у вас тут воняет. Я вот попробую, он не попробовал. Вообще уже не интересен. Пакеты воняют. Я пакет не нюхал. А, ну ладно, бывает. Сними его, Александр, что он стоит с колбасой, рука тут не холодильник. А, вы втроем, да? Сними, пожалуйста. А, втроем? А, сними, что он долго колбасу держит, не в холодильник. Нельзя долго держать колбасу в руках покупателю. Согласен. Сместен. Нельзя, молодой человек, плохо себя ведете. Так у нас магазин закрыт. Так мы вообще взяли руки встать. Мы же сказали, магазин закрыт. Так мы зашли до закрытия. Вы зашли, а мы их закрыли. А там в режиме работы другой висит. Сотрудникам обязательно скажи, чтобы весь дом был спережен. Это обязательно. У нас продукты не такие. Так, чтобы вам на заметочку. На из дом был спережен. И? Не, ничего, просто на это вам на заметочку, чтобы дошло туда наверх. Тыкали мне здесь. Ну, а что они хотят, чтобы по закону? Нет, они просто покупатели. Им товар не нравится, и магазин не нравится. Так они же пришли сюда для того, чтобы я их выгнала пинками под зад, понимаешь? И они меня зафиксировали на камеру, что я вот такая злодейка. Но они делают противоправные меры, да. Людей мне задерживают здесь. Да, да. Сказали, что я здесь такая неадекватная. У меня здесь свидетель вот куча под магазином стоит. Представьте. Так, менты приедут, я думаю, полиция приедет, а приедут менты. Я, кстати, вас не задерживаю, можете идти. Я хочу скупиться из-за вас, которым людям нечего делать, вот. Я, конечно, жду тебя. Моя боль, я способен нахер, будь нам бы так. Если бы мы могли лететь, или бы мы нахер все делали. Вот, открывайте свой магазин, зовите нас. Да не дай бог. Вы очень любите все как-то переначивать. Это сотрудники магазина, они продают вам товары, не мы. Это они закрыли магазин, а не мы. Из-за вас мы не продаем товары. Из-за вас. Вы задерживаете. Нет такого, из-за вас. Я покупатель, который выбираю товар, я могу до закрытия магазина, если выбирать его. Вы не покупатели. А кто? Ну кто, если не покупатель? Я купил у вас товар, как не покупатель. Вы не покупели товары, сказал, что вы не будете покупать у меня товар. И что он плохой товар. Не надо глаза такие делать. Строитесь ангутligывать здесь. К счастью, все записано. Здесь люди стоят, все слышат все. не мне это вы говорили а говорили моему мужу я подошла попозже такая тыкалка ты 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 еще мотекается ты прикинь какая злодиева ребят этого к слову о том что не купил у нас тут много ну пока нет но с другими людьми ругается ладно подъедем то есть они даже не собирались ехать ну ладно подъедем я бы 45 сегодня седой волос вырываюсь а бороде и на седом волосе считаю мытищи императорские магазин смайл ну вот так вот и сюда и приехал в первых рядах наше время это вы мое время заняли я может уже оплатил бы пошел вы вызвали полицию я сказал я сказал желание такого нет я не буду что не буду ни разу оплачивать желание такого нет не при смените к желаем платить за товар не за какой товар не желаем платить но приходится иногда денег вот жалко потратить поэтому не хотим платить а вы с удовольствием платить за такой товар вот такой за такой такой он расскажите какую-то просто такой товар за такой такой но скажите какой-то за такой который мне не нравится который они вызвали полицию мне вообще по боку нравлюсь или нет если честно так и все она там подошла не мы к ней так сейчас полиция перед как же убегу а потом он скажет негодяй испортил товар за товар который вы открыли так желание такого нет у меня то желание не пишу теперь стоять с вами ждать пока вы можете не стоять из 30 сфера нет уже песок сыпется хожу то не магазин работает вы что хоть какой хотел спать девушка вы меня сейчас обманываете если мы откроем и посмотрим магазин работает до 23 00 вот мы здесь пока и постоим толпа людей стоит представляете в такой муравейник из ваших слов из моих я стал муравейник я ни разу не говорил муравейник вы внимательно слушать что говорю слушайте я всегда контролирую свою речь абсолютно да ваши все диалоги мы вырежем вообще зачем мы оставим только темы красавчики даже вы сделали не мы зачем детьми все прикрываться вы все время детьми апеллируйте какими детьми то что грека будет свои дети воспитать магазины так подержать муравейник попробуй миленький такой бы даже держать не стал закрыл понятно такой бы ты не стал потому что денег у тебя куча а мне денег нет у меня куча денег наверное куча денег если бы ты в такой не зашел но в такой наверное да 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 но значит денег очень много зашел простите пожалуйста говорю такой бы ты не зашел проведение до седой с бороды сейчас мог попивать и зеленый чаек кушать прекрасные барни они вот это вот все нас раскрыли а когда можно будет считать что раскачался а я у вас спрашиваю какое переменчивое настроение так вас никто не звал тем более что ваш супруг он может сам виду все разрулить зачем вы то здесь вообще я мешаю продажам тоже выбираю товар а как не мешаю этим продажам даже если так тем что я выбираю товар устаю здесь как я мешаю продажи нет как я мешаю продажи вот конкретный вопрос я так не говорил я просто мне нравится товар запах не нравится дорогой человек вы же такой товар продаете кое-что в вашем рассказе не клеится я думаю производить рядом производитель не виноват вы виноваты мое субъективное мнение у вас опять переменчивое настроение включается а кто подослал то меня гастарбайтером попал лицо стеклянная да да хорошо кто меня подослал то интересно все знают кто то меня подослал ну ты пришел вот открываешь закон предъявляй закон ты имеешь право 10 не хочу он ничего рассказать я же не юрист не ваш личный консультант пришел пусть я покупатель я же говорю не покупать так тоже я тогда я купил у вас товар как не покупайте у нас вы не хочешь покупать все люди слышали об этом не надо махать вот гадыча 100 человек и скажут что они стоят люди посмотри вы меня обманываете максимум человек 5 которые здесь были сколько человек 3 нет я один у вас глазах пятерица получается я один здесь мне интересно не говорите вы кто подослал почему вот вы всегда начинаете и обрываете всегда интересно кто же подослал говоришь чего ты здесь не нравится я просто он не нравится товар все это достаточно там стоят люди тебя туда люди не выпустят которые хотят купить товар которым ты не даешь купить товар из-за тебя здесь собралась я не даю но иди посмотри что такое что такое ничего не 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 надо мне ручки утром девушка чей а чей заказ то у вас заказ то у вас вот люди приходят сейчас люди все недовольны магазин обычные живете а какая разница как вы откуда приехали вообще какая разница живем не понравился мне лично я что вообще ничего не делала что вы снимаете хочу снимать мой телефон зачем просто для себя вам что не понравилось у меня никаких претензий нет ни к магазину не к вам домой я хочу вышла захочу зашла какой-то закрыт бы знаешь больше не зайдете значит не зайду ну и гуляйте здравия привет открыт посмотрите где а люди обсудили лук зайти какие посетители тут нет никого что стоишь все какие проблемы а где вы живете мужчина в москве заехал погулять в лес а зашел в магазин продукты купить правильно к сожалению активист не успел сразу достать камеру но смотрите внимательно в кадре видно ее руку которая идет по траектории от корзины блогера еще только расправляющийся пачку чипсов по столько и мяли и собственно весь товар корзине блогера который был целым уже испорчен таким образом эта женщина пыталась подставить блогера и подвести под статью если бы это был случайный покупатель а не человек который пришел с нами то у нее бы получилось это маленькая шалость но это оказался наш человек чего на тот момент она еще не знала покупайте я тут причем как причем то что здесь многие все получили